Ребятки, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Alive, или к жизни, кому как больше нравится. Давайте начнём по традиции с распаковки наших инкубаторов, ничего толкового не попалось. В основном 3 часа, 3 часа, может и 15 минут даже вот это быть. Посмотрим, что нам попадёт. 200, 200, 138, немножко редких клеток. Кстати, кстати, ребята, я сегодня возле метро Зухотатора, короче, гибридика, ловил. По-моему, сейчас зайдём, глянем, что у меня там с гибридами. Так, ирритатор. И давайте последний. Так, громкость на максимум. В этой игре нужно на максимум выкручивать громкость. Так, что у нас по динозаврам? Вчера шла акция на... на блю закончилась, я провтыкал. Короче, что-то я замотался, вечером думал, зайду, там, половлю, короче. И не половил, в общем-то. Вот такие дела. Ну, ну, наловил дельт. Дельту немножко поймал, конечно. Ещё так. Максимум 3 шаровых, но их ещё можно и так встретить. И, ну, выиграть в клетке, в инкубаторе. Она, кроме дополнительного удара, вот этот удар, так, атакует первым. Ух ты, прикольно. Увеличивать дэмэдж на 1.25, на 25% на 4 хода. И 25% хилсов регенирует, но скорость у неё 130. 131. 131, в то время, как у обычного раптора 132. 132, да. Ну, регенерация, ходить первым, блин, классный, классный диноз. Как бы его сейчас, вместо кого-то его взять, что ли? Так, что у нас тут? Стигималох. Мы его просто обкатывали в прошлой серии. У него классная скорость, и у него супер есть паралич. Также у меня есть Эрлиф Казаврик. У него тоже супер скорость, 129. Даже не знаю, кого тут исключить. Так, что у нас с Уранозавром? Точнее, да, Уранозавром, всё верно. Кстати, я его могу качнуть даже. 127-й, тоже есть паралич и подмена. Но прикольный диноз, это у меня в команде. Никого менять, и не охота. Ну, давай сейчас заменим Стигималоха. Ну, чисто так, на раптора. Чтобы посмотреть, что может... Это у нас, по-моему, Чарли была. Так, а ну-ка. Это Дельта. Это у нас была Дельта. Ну, что, давайте пойдём посражаемся. Может, что получится. Пока что я тут не высоко в кубках. Примерно противники моего уровня. Можно... Можно сражаться. С какой-то долей вероятностью. Так, ну и вот, давайте опробуем нашу красавицу. Так, Эйниазух. Это, конечно... А-а-а-а... То есть, она удара никакого не наносит. Ха-ха-ха. Это было эпично. Эпический слив был только что. Блин. Ну, ладно. Не доглядел, ребята. Каюсь. Блин, крит 600. Да, сейчас он как выдаст... Два крита подряд. Но это издевательство. Ну, тут мы уже слились. Извините меня. Нам так не повезёт. Ещё паралич давай нам. Как это нет? Случайно. Случайно, наверное. Так, он увеличивает себе хелс. Но кого это спасает? Вообще не понимаю. То есть, ну, я два раза теперь атакую. Вообще не спасает. Так. Стегосорус. У него тоже есть армор, конечно. Но он не такой сильный. 15%. А у меня 20%. Печалька. Ну, надо меняться. Иначе мы сейчас сольёмся моментально. Неплохо. Но если у него появится следующий противник быстрее нашего, то как бы всё. У нас есть шанс только на... Блин, Терекс. Чтоб тебе нехорошо было. Крит! Ну, паралич где? Ну, и всё. До свидания. И у него крит. Ну, нормально, да? Это позор. Позорная победа была. Ну, победа противника позорная. Недостойная. Ладно, погнали в атаку. Эоплацефал имеет самую сильную броню. Кстати, да. Это хороший динозавр для начальной команды. Да и в целом. Там... Он обычный. Его легко насобирать. Их много. И максимальная у него броня. Так. Ну, берём снова. Нам снова дельта попадается. Может, она на этот раз сможет походить. Нет, ну, поскольку этот удар не бьёт, как бы, пользы от регенерации мало. Она... У неё ж мало жизни. Противник быстрее. Ну, шо ты будешь делать? Да, у неё же скорость-то на единичку уступает. Но сейчас мы пропускаем два удара. Два не кислых удара. И сейчас у него снова паунс. И он, в общем-то, нас пробивает. В этом прелесть раптора. Короче, он реально убивает своего противника. Но он обычный удар ему достаточно. Он подменился. Это тоже правильное решение. Нет паралича! То есть, нормально, да? Нормально, конечно же. Вот эта штука напрягает. Так. Давай, дельта. Порви этого трайка. Снижение урона, конечно, позволяет раптору пережить. Ну, конечно, конечно, конечно. Нам паралич. Что бы ещё могло быть? Ещё давай, второй раз. Ну, второй раз уже она просто нас пробила. Кстати, 800, столько жизни у супер-редкого велосераптора в Jurassic World. Эволю. The game, the game. Зря, да? Я тут так зарядился. Зарядился. Но мне нравится Эрли Казавра, он прикольный. Паунс, ну мы должны выжить. Нет, не должны. Слива, два слива. Прошлый раз у нас как получалось? Мы слились. Один раз, по-моему. И потом три боя подряд выиграли. Ну, вот сейчас мы тоже уже подслились. Пора побеждать. Так. Ну, пусть будет Эйния. Кстати, не смотрел, какого уровня противник это у нас. Так, дохлый Терекс. Но у него три удара. Он, ну, дохлый, в смысле. Он не участвует в создании Индоминуса. Но чем он особо хуже? У него три удара. Хоть он и не эпический. Ну, Эйния, красавчик. Так, а сколько он сейчас меня продымажит? Блин, ну Крид, ну что ты будешь делать? Сколько... Я... У меня вообще был Крид хоть один? За вот эту сессию, наверное, не было. Ну да. Паралич нам, конечно же... Нет. Это что-то необычное было. Нам паралич не прилетел сходу. Ну, зато Крид и нам прилетают на раз-два. Так, пастазух. Не знаю такого. Обычный удар. Полтора удара. И... Атака первым в 25% жизни. Скорость довольно высокая. Ну, ударов в Армор Пирсинг нету. Это может нам дать шанс. Есть. У него что, броня есть? Нет брони. И почему мы так слабо его проатаковали? Блин, завалит сейчас нас. Гаденыш. Он увеличил себе здоровье? Это глупо. Ну, увеличение здоровья здесь не работает. Она слишком мало добавляет. Минимум 50% надо. И... Просто ты, ну, не переживешь два хода. Идем дальше. Так, вообще, нам еще там нужно создать парочку диносов. Так, он снова нам попадает... О, у нас два раптора на этот раз. Раптор обыкновенный. И у него... Кто быстрей, кто быстрей? Я быстрей. Прощай, мой друг. Кто первый, тот и папа. А вообще, надо подменяться. Так, повышенный восприятие. Блин, еще он два раза походил. Ну, капец. Мы почти покойник. Мы вообще переживем этот удар. Вообще, не прикольно получилось. А с него пропала вот эта уязвимость. Вольнурубл. Он адреналин пульс. Ну, опять же, бесполезная штука. Я его все равно пробиваю. Зачем... Так делать? Ну, это в смысле в каком, да? Что, мол, либо подменяться и подставлять нового динозавра. Либо... Еще и крит. Ну, что ты будешь делать? Давайте выпустим нашу дельту. Прощай, мой друг. Ну, наконец-то. Дельта хоть кого-то завалила. Так, две победы подряд. Ну, может, еще разок? У нас еще есть один инкубатор пустой. Блин, это же так... Такая мелочь. Ну, здесь часто зависит победа от удачи. То есть, у кого паралич применился, у кого нет, у кого прилетел, крит кому нет. То есть, это часто определяет победу. Так, Барионикс. Барионикс. Ну, он два удара выдержит, мне кажется. Нет, не выдержит. Так, а что он только что сделал? Critical Damage себе увеличил. Так, ну, прикольно. Сейчас будет, если раптор завалит двоих. То есть, ну... У него армор есть. Ладно, не буду подменяться, хотя стоило бы. А, крит прилетел. Ну, ладно. Крит так крит. Давайте. Уранозаврик наш. Паралич. Но не пригодился. Больно бьет. А, двукратный дымок. Ничего себе. Так, Таникологреус, за которого вы постоянно топите, у него скорость крутая. Он снимает положительные эффекты, да? Ну, что ты там думаешь? Снял положительный... О, ничего себе, он дым мажет. А, почему он два раза проатаковал? Вот это вот что-то я не вкурил. У него есть армор песни, тогда берем Терекса. Да он и сейчас. То есть, он сейчас три раза подряд проатакует. Только что два раза атаковал, и сейчас будут атаковать. Что-то я не понял этого прикола. Еще и Крит прилетел. Ну, нифига себе. До свидания. Хух, хоть и у меня Крит был. Три победы подряд. Два поражения подряд, и три победы подряд. Или сколько было поражений? Два или три было? Ну, не важно. Не важно. Давайте сейчас еще создадим парочку динусов. Так. Так, так, так. Есть кого у нас прокачать, но пока что не будем. Давайте создадим Пурзавра. Пурзавра. Так, это у нас редкий. Крейт. Хороший у него хелс на шестом уровне, полторашка. Ну, дымак не особо. Крит неплохой. У него неплохой Крит. Так, а... Так, ладно, подожди, давайте я посмотрю. По-моему, он ни на какого гибрида не идет. Да, у него нет никаких гибридов. Немножко бронис есть, и шанс Крита есть. Ну, и дэмэдж буст есть на 50%. Это рептилия. Короче, разновидность каймана. Ну да, это у нас эйниозухи. Эозухи. То есть, он относится к крокодильчикам, в отличие от сарказуха, который не является крокодилами, близкими родственниками крокодилов. А это является. Так, ну, что дальше пока качать не хочу. Смысла не вижу. О, давайте вот этого создадим. Вот эту тварь создадим. Это мегалозавр! Еее! Мегалозавр. Так. Ну, на алозавра похоже вот так вот. Давайте смотреть. Так, вон у нас мегалозух. Сейчас посмотрим, кто ему нужен. Так, жизни мало. Сразу вижу большой дэмэдж. Дэмэдж, скорость понтовая. Запрещает подмену. Есть у него щит. То есть, он напоминает никакого там майонгозавра или алозавра. У него тоже есть. У алозавра, по-моему, есть такие вот приколы. Полтора урона. Есть пассивная атака. Да! То есть, есть ответный удар. Есть ответный удар. Пассивка. Ну да, такая как у майонгозавра. И, наверное, алозавра тоже. Так. Ну, давайте немножко его качнем. Девятый левел. Ну, в принципе, на таком левеле можно им будет в следующей серии подраться. Ну, чисто по приколу. И давайте посмотрим. Ну, такие себе показатели. Шанс крита маленький. Ну, кроме вот ударов есть неплохие. Не, не шибко меня впечатлил. Как для обычного, это было бы хорошо. Нужен... Чего? Мегалозух нужен гибрид. Гаргазух 15 левела? И мегалозавру. Че, с ума сошли. Если горгазух это пантера, мегалозавр это сибирский тигр, вооружен, типа, там, когтями. Этот высокоразумный хищник, в смысле, вот, мегалозух. Так, молния, быстрый и укус как сильнее, чем у морского крокодила. Может лазить по деревьям и скалам благодаря своим когтям. То есть, эта тварь вообще просто жесть какая суровая. Оно должен быть очень шустрым. Но я не знаю, какая скорость у горгазуха. Но... Но у мегалозавра скорость говно, ребят. Так что, ладно, ребятки, в следующем цикле боев, я думаю, мы сразимся мегалозавром по приколу. Так. Так, так, так. Ну, не знаю, наверное, раптора уберу обратно. Можно будет качнуть. Качнуть кого-нибудь. Ну, Рекса нужно качать, железобетонно. Нужно качать, потому что он будет у нас в команде. Раптора нужно качать. И не азуха стоит качать. Стегаса тоже стоит качать. Вот кто у нас будет в команде. Вот один, два, три, четыре члена команды я вижу у себя. Как бы, а дальше, ну не знаю, потому что дальше я... Ах, хрен его знает как. Обычных динусов было бы легко. То есть, раптора мы будем качать там чуть ли не до двадцатого уровня. Может, и до двадцатого будем качать. А вот с остальными просто там, где их искать, ихние клетки искать сложно. Того же... Так, давайте пока отменим. Так, ред... Уже редкий нужен Трисератопс, да? Редкие Трисератопсы. Ну, хотя есть у меня клеточки редких Трисератопсов. Они довольно все-таки нередкие относительно других. Трисератопсов тоже, ладно, можно качать. Вот раз... Ну, Терексов сложно качать, их мало попадается. Анкелосов тоже мало попадается. Может, проще было Эоплацефала здесь держать. Как-то Анкелос не сильно впечатляет. Где мой Эоплацефал? То есть, его я могу... Ну, для него есть гибрид. Кстати, какого уровня нужен там Эоплацефал? А, то есть, десятый. И нужен еще Амаргазавр. Но у меня его пока что нет. То есть, Эоплацефала можно оставить на клетке. Ну, хороший показатель. Нету, правда, у него щита, да? То есть, у него армор больше, но нету щилда. Как у... Как у Анкелозавра. Ладно, что-то я заболтался. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok